Трагедия произошла 11 месяцев назад. Выяснение отношений расстающейся пары происходило поздним вечером на кухне в одной из многоэтажек Минусинска. Молодая женщина просила бывшего другу Никиту Галагана оставить ее в покое. За нее вступилась подруга, 24-летняя Наталья Гавриленко. Внезапно Галаган схватил нож и нанес три удара защитнице в грудь. Молодая мама умерла. Ее дочь Алиса закричала и Галаган, размахивая ножом, заставил всех молчать. Затем вызвал своего приятеля-таксиста Дениса Хадзиева. Они закатали труп в ковер, девочку пристегнули ремнем на заднем сидении машины. А подруга убийцы сумела сбежать и вызвать полицию. Несмотря на очевидный провал затеи, подсудимые продолжили начатое. Вывезли тело убитой на подсинские дачи, где Галаган решил избавиться от свидетеля. Алисе Гавриленко не было и трех лет. Затем подсудимый положил тельце девочки рядом с матерью, набросал сверху сучья и дрова, поджег и, подождав, пока пламя разгорится, поехал в Абакан. Но был задержан полицией. Чуть позже нашли их Адзиева. Приговор убийца и его помощник сегодня выслушали молча. Пожизненный приговор в Верховном суде выносят четвертый раз за 20 лет. Предыдущий раз такое наказание получили убийцы женщин-китаянок два года назад. Никита Галаган, кроме того, по решению суда, обязан выплатить 365 тысяч рублей компенсации за сгоревший дачный дом и 2,5 миллиона рублей морального ущерба родственникам Натальи и Алисы Гавриленко. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вестихокассия.